Не только муниципального бюджета. Более 450 педагогов, большинство из которых – заслуженные работники образования. Августовская конференция собрала руководителей общеобразовательных учреждений в 68-й Самарской школе. В этом году учебные недели будут начинаться с поднятия государственного флага. Особое место в образовательном процессе займут уроки патриотического воспитания, классные часы, просмотры фильмов и другие форматы, которые коснутся изучения истории нашей страны. Перед педагогами стоит главная задача – гармоничное развитие ребенка, поддержка его талантов и инициатив, в том числе и в рамках действующих во многих самарских школах, волонтерских отрядов, спортивно-туристических клубов и краеведческих объединений. Продолжится работа и в рамках нацпроектов «Демография и образование». Сегодня на первый план во всем мире выходит финансовая грамотность. И знание ее основ – это залог успешного развития каждого человека. Мы должны использовать все возможности, чтобы с детства прививать школьникам умения и навыки в финансовой сфере. Перед руководящим составом и педагогами самарских школ поставлена задача – проведение уроков по безопасности. Кроме того, как отметила глава города Елена Лапушкина, 1 сентября дети должны прийти на чистые, ухоженные школьные территории и в уютные классы. Наш с вами город, он общий, да, и мы все вместе несем за него ответственность, за его благоустроенность, за его санитарное содержание и за его красоту. Чем раньше мы будем говорить об этом детям, но тем, наверное, меньше проблем у нас с вами будет и в дальнейшем. В этом учебном году за парты сядут 128 тысяч самарских школьников, из них почти 15 тысяч – правоклассники. В 34 образовательных учреждениях Самары перед 1 сентября провели капитальный ремонт пищеблоков и обеденных залов. Еще в 31 учреждении капитально отремонтировали кабинеты, спортзалы, прачечные, кровлю, ограждения, обновили материально-техническую базу. В новом учебном году впервые для ребят откроет свои двери второй корпус 26-й самарской школы. Он рассчитан на 850 учеников и 75 дошкольников. Такие показатели, считает руководитель департамента образования Ирина Каковина, удалось достичь благодаря слаженной совместной работе сотрудников образования с администрацией города. Образование – это командная задача, безусловно. Ничего никто не сделает в одиночку. Тем более с теми целями и задачами справиться, которые поставлены, стоят сейчас перед нами. Конечно, общаясь на конференции, смотрим друг другу в глаза, надеемся и поддерживаем друг друга. Это очень важно для каждого руководителя, который присутствует у нас на конференции. Новый учебный год для юных жителей Самары начнется без коронавирусных ограничений, отметили на конференции. Но все школы по-прежнему оснащены средствами дезинфекции и устройствами обеззараживания воздуха. Торжественные линейки в этом году пройдут для первых и одиннадцатых классов. Для остальных будут организованы классные часы. Ольга Павлова, Константин Головин, События.